Татьяна Дудоль на ярмарку вакансий пришла в поисках работы по своей специальности техник-химик. Женщина более 20 лет трудилась на Белшине, а в феврале уволилась, решила найти работу по вкусу. Сейчас же рассматривает предложенные варианты. Главный критерий для соискателя зарплата не менее 700 рублей. Я работала инженером-технологом в подготовке на Белшине. Я хочу именно с реагентами, с компонентами, по специальности хочу работать. Либо же инженер-программист. У меня второе высшее образование. Сегодня в городе, не занятым в экономике, предлагают 1891 вакансию. От подсобного рабочего и дворника до главного бухгалтера и экономиста. Однако без малого 70% вариантов трудоустройства все же не квалифицированный труд. Зарплату потенциальным сотрудникам предлагают от минимальной. В то же время ограничений по максимальной нет. Получается, на одного безработного 4 вакансии. Такого никогда не было. Соответственно, уменьшилось количество безработных, ищущих работу. В ярмарке вакансии они приносят свои плоды. Человек может в одном месте получить полностью целый комплекс услуг. Это побеседовать с кадровиками, и также получить консультацию по направлениям работы центра занятости. Здесь же на месте специалисты консультируют по вопросам обучения, получения субсидий на открытие собственного бизнеса, либо ремесленничества. Что же касается крупных предприятий, работу сегодня предлагают завод тракторных деталей и агрегатов, машиностроительный, Бобруйска Громаш, мясокомбинат, Бобруйский торговый центр и ритуальное обслуживание. Чтобы трудоустроить максимальное количество людей, охвачены практически все сферы деятельности. Некоторые организации готовы для начала взять и учеником. Предложили на мясокомбинат, площадкам скота, но там с обучением. Так, впечатление. Ну, работа есть. Пойду, поработаем. Эта ярмарка вакансии в 2019-м стала пятой. Не исключено, что очередная пройдет уже в сентябре. На учете по безработице состоит еще более 400 человек. Но Татьяна Дудаль уже завтра отправится на собеседование. Ей предложили вакансию по специальности.